Краткосрочный или долгосрочный кредит? ЛАД Кредит предлагает оба до 500 евро на срок до 30 дней или до 1000 евро до 12 месяцев. Зайди на ладкредит.лв и получи решение в течение 15 минут. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня все-таки пятница, заканчивается рабочий день, и это как раз возможность поговорить не только, может быть, об очень серьезном, не только о политике, но о жизни. Тем более гость у нас подходящий, это известный стендапер, Иван Абрамов, я думаю, что поклонники телеканала ТНТ его прекрасно знают, и не только. Тем более, что концерт будет завтра, 19 мая, напомню, в Доме Конгрессов, сольный концерт резидента шоу стендап на ТНТ Ивана Абрамова. Добрый день. Всем вот, да, лав вакр. Вечер, я сказал, я не знаю, как день. Нет, нормально. Вот, на самом деле, мне так кажется, может быть, вы сейчас меня провернете, что вот этот стендап, ну, очень-очень тяжелый жанр, потому что я понимаю, что смешить вообще людей, это очень тяжело, да? Ну, интересно. То есть, если это идет в удовольствие, то это все, что тяжело, если это нравится, значит, это в итоге с кайфом делается. Может быть, для тех... Тяжелее работать, вот в моем случае, бухгалтером. То есть, по специальности, но там, где душа, очень сильно будет депрессивно. Ну, не простой, вы бухгалтер, вы скромничаете, я знаю, что, по-моему, у вас диплом МГИМО есть. Ну, грубо говоря, у меня не просто МГИМО, то есть, МГИМОшник, он же где-то работает, у меня специализация, там, кто-то финансист, кто-то дипломат. Я конкретно вот... Международная какая-то... Ну, да, это экономист-международник со знанием английского и французского. Ну, в частности, это все бухгалтерия, правильно, с аудитом и даже рядом не с... Просто бухгалтерия. Но английский и французский не забыли еще? Ну, с практикой, наверное, очень слабо. Наверное, приходится с годами забывать. Нет со мной. У меня жена не англичанка, к сожалению. А может быть, и к счастью. Зато узнаю немножко татарский. Вот тоже хорошо. Да. Ну, вот все-таки для тех, я думаю, таких все-таки немного, но тем не менее, для тех, кто вот не знаешь такой стендап, но слышал, что вот вы классный, хочет прийти на концерт, буквально в нескольких слов все-таки объясните, что это за жанр. Раньше знали, что выходит, не знаю, там, Хазанов, Винокур и вот произносит какой-то монолог. Но это ведь не совсем то. Это тоже высокое искусство, я считаю, что они делали. Да, это было в свое время очень круто, и сейчас это собирает свою аудиторию. Просто стендап, это немножко, ну, простыми словами, это просто, это как будто мы на кухне собрались, и мы не пытаемся какими-то красивыми словами прикрыть то, что мы реально чувствуем внутри. Мы говорим так, как оно есть. Мы вот говорим то, что нас реально волнует. Мы говорим про то, что мы недавно видели, и говорим так с позиции человека, который реально это пережил. То есть мы поэтому иногда позволяем себе бранные слова, если они уместны, опять-таки. И в этом плане мы... С юмором вы это говорите. Конечно, иначе бы это все давно-давно прикрыли. Это не смешно. Вот, конечно, с юмором. Больше общение с залом идет. А других стендаперов, пока не менее, на мой взгляд, вы отличаетесь в лучшую сторону тем, и даже в оригинальную, что все-таки еще при этом есть синтезатор, а иногда гитара. Для чего вот это музыкальное сопровождение? Только потому, что у вас есть и музыкальное образование, или вот что-то, оно несет какую-то смысловую нагрузку? Смысловая нагрузка, наверное, прямо уж такую не несет. И я как бы, если позволите, внесу ремарку. То есть для кого-то не кажется, что я в лучшую сторону отличаюсь от своих коллег наравне талантливых. Просто некоторые считают, это вообще не настоящий стендап, музыкальный стендап. Некоторым нравится классический. То есть у каждого, я считаю, комика своя аудитория. Кому-то нравится один, кому-то второе, кому-то в принципе комики только из Беларуси очень симпатичны. А синтезатор возник, ну просто как идея, вот можно еще и вот так рассказать. Этого никогда не было. Мне было на тот момент интересно, потом было интересно про гитару рассказать. Вообще стендапа в том, что ты расскажешь, я повторюсь, то, что тебе реально интересно здесь и сейчас. То есть сейчас у меня меньше музыки, больше мыслей каких-то, то есть больше текста, больше плотности в юморе, потому что музыка это вносит определенные размеры, вот музыканты знают. То есть ты, ну, короче, менее плотно по юмору, да, музыкально, но менее плотно по юмору. Сейчас у меня музыки будет немножко, но она тоже будет в концерте, но синтезатора вообще не будет, потому что я за пять лет уже, ну, не то что сливки снял, я уже копнул, уже, мне кажется, вот до магмы достал, да. Вот, наверное, часто вас спрашивают при встречах люди, знакомые, незнакомые, откуда сюжеты? Все из жизни, все из жизни, из головы и из воспоминаний, то, что реально меня тронуло. То, что меня трогает сейчас и то, что меня, наверное, будет заботить уже в будущем. А что вы сейчас трогаете? Сейчас меня трогает, естественно, ну, политика меня всегда трогала, тем более вот недавно прочитал, хотя уже должен был давно прочитать эту книжку «Вся кремлевская рать», может быть, знаете, вот Михаила Зыгаря, с «Дождя» который. Вот, трогает меня, естественно, воспитание моих двух дочек и, наверное, предстоящий участок мира по футболу и, в частности, вот шансы нашей сборной России. Да, это уже... Я упомяну. Можно не продолжать, да. Ну, вот, говоря о политике, многие считают, что это такая скользкая тема, что не надо ее трогать. Конечно. Не, ее очень нужно трогать. Просто, если это позволяет трогать, нужно, конечно, трогать. А как еще? Это самое интересное, что есть. Это решаются судьбы на уровне вот именно этой сферы политики. Неужели и про Владимира Владимировича? Конечно. Как без него? Как без него-то нам-то? Нам с ним всю жизнь идти. Почему нет? Так, не, просто нет запрета на шутки про Путина, почему про него шутить. Можно же и в шутках какую-то мысль, не просто взять его так вот в наглую вот в лоб. Просто что-то в это привнести. Ну, как люди вообще реагируют? Смешно. А если бы не реагировали, мы просто… То есть, на смешные шутки мы просто их усиляем, дорабатываем, что они что смешные? Если шутка не смешная, объективно, какая бы у тебя была там позиция интересная, неинтересная, то есть, в эфире главное все равно, чтобы было смешно людям. Люди пришли с работы. В 10 часов вечера на ТНТ выходит передача. Мне тяжело немножко наслаждаться исключительно глубокомыслием. Хочется просто поржать. А если еще это в рамках какой-то интересной мысли, вот это да, это есть. Вот, наверное, тоже такой вопрос, не могу не задать. Вот как вы проверяете до того, как вы выйдете на большую аудиторию? Ну, бывает же так часто в жизни, что мне кажется, что это смешно, потом я кому-то рассказываю, не знаю, там супруги, знакомые, коллегам, они говорят, не понял. У меня бывает, что жена очень в восторге от шутки, а людям это не понравилось. А, даже так? Да, бывает. Такое бывает, что жене понравилось, аудитория понравилась на 50 человек. Ну, это мы их называем технической вечеринкой, там проверяем материал. Иногда что-то на концертах проверяем. Все-таки вы проверяете. А, конечно. Я могу даже больше сказать, если бы, допустим, в КВН вернули практику, было бы в свое время, была отличная практика, когда была аудитория, по-моему, полностью зал люди занимали, без съемки. Люди понимали, какие шутки работают, какие нет, и дорабатывали потом. Так же и мы, понимаем, какие шутки работают, не работают, и потом дорабатываем, что-то убираем и так далее. Без этого не было. То есть, нельзя сказать, что стендап – это только комик и авторский цех, плюс продюсеры и так далее. Это плюс еще зрители. То есть, наши зрители, они, по сути, есть наши редакторы. Без них бы реально… Я не хочу заниматься лизоблюдством, но оно реально по факту так и есть. Они вместе с нами делают этот качественный материал. Как бы они не хотели быть в сторонке, но вот они тоже часть авторского цеха. Спасибо, что вы упомянули КВН, это тоже целая такая вот часть вашей биографии. Это вам все-таки дало, да, вот такую вот… Да, конечно. Как можно ругать то, что… Ну, как все, что вот ругать школу за то, что она тебя… То есть, это тоже было своего рода школой, да? Объяснило, что такое общество знаний, зачем нужна сменка. Конечно. То есть, ну, мне проще было. Я не знаю, что было бы, если бы я сразу занялся стендапом. Нет возможности сравнить параллельно другую жизнь. Ну, с КВН я примерно понимал, что, что смешно… Я примерно понимал свои сильные стороны. Но было сложно, естественно, перестроиться. То есть, от одного жанра к другому. Да, ну вот я так тоже посмотрел ретроспективно. Все-таки вы объездили, ну, наверное, всю Россию, почти, наверное, пока значительную часть России вы, наверное, объездили уже. Ну, больше трех городов. Да. И не только. И в ближнем заубежье, не знаю, в дальнем. Все-таки вот концерты отличаются от того, где вы находитесь. Там, не знаю, в Воронеже и Омске один концерт с одними шутками в Москве, в Питере, там, не знаю, для интеллигентной публики. Ну, я условно. Совсем другие. А в Риге там совершенно другое. Ну, вообще и в Воронеже интеллигентная публика. Я понимаю, да. То есть там это все зависит от конкретных людей, которые пришли вот конкретно найти вот в этот день, в это место. Бывает просто один выпивший человек может создать иллюзию о том, что здесь живет быдлые люди. Вот. А так, конечно, отличается программа немножко, наверное. Хотя вы призывали с быдлизмом, по-моему, так называлось, сбавиться. Да, сжигать их, да, я поговорю. Книгами. Ну, немножко отличается, наверное. То есть мы успели до этого с вами обсудить, до эфира, что если это концерт в Риге, то это, наверное, какие-то более европейские темы и так далее. Может, не в всем нюансах, может быть, следят за российской действительностью. Да, может быть. Если я буду выступать, грубо говоря, в Питере, то там будут немножко другие темы. Хотя это города рядом находятся. То есть я не знаю, насколько у вас, ну, я сейчас блог разгоняю про Юрия Дудя, не знаю, его смотрят, вот такого журналиста. У него есть блог, вот. Он на Sports.ru, главный редактор. И у него есть видеоблог, где к нему приходят различные гости. Да. Вот. У нас это очень популярно в стране. Можно это делать своего рода по аудио какому-то, да? Да. Вот абсолютно верно. И выражать свою точку зрения на того, что делает Юрий. Вот. Я просто не знаю, насколько в Риге, поэтому я думаю, делать это не делать. То есть вначале иногда вообще перед блогом спрашиваю у зрителей, ну, прямо вот вживую, вы вообще смотрите, я понимаю быстро, разгоняйте про это, не разгоняйте. Если 30% аплодируют, нет смысла. Нет смысла, да. Давайте примем звонок, мы успеем еще в первой части и звонок принять. Добрый день или уже, наверное, добрый вечер скоро. Слушаем вас. Жаловак, мне кажется. Да. Слушаем вас. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Хочу выразить, ну, свое восхищение, особенно вот когда вы в КВН играли, там, вы, ваша команда, Пятигорск, еще вот был парень, который в стихе, в очках такое забыл его, и в стихе он говорил и рисовал еще там. Такая вот плеяда была команда очень хорошая. Это прима, да, Александр Якушев. Да, прима, да. Вот на мой взгляд, вот с уходом ваших команд КВН все-таки как-то очень много потерял. И я так понимаю, что уже вернуться, как бы, вам уже, ну, не имеет смысла туда, да. Это вот первое. А вот второй вопрос. Вот как вы решили в стендап пойти? Вам куда-то, ну, ребята позвали или вы просто решили попробовать? Спасибо большое. Спасибо большое. Как все началось, да, со стендапом? Так, отвечать нам там... А, можно, да? По поводу КВН, ну, вряд ли, да, так сказать, вы вернетесь. Да, вряд ли, потому что это как все равно, что сейчас обратно вернулся в школу, то есть, ну, все знания, которые мы получили в школе, мы получили в школе, и дальше уже был институт. Вот, по поводу того, как попал стендап, просто вот мы с Юлией Ахмедовым играли в КВН, по-моему, в одно время, только мы там задержались чуть подольше, Юлия чуть пораньше вышла. И как-то вот с продюсером Вячеславом Дусмухаметовым, она меня пригласила в офис Comedy Club Production и сказала, вот ей создается такой проект. Я говорю, что за проект? Ну, вот суть его в следующем. Мне стало интересно, просто попробовал свои силы, потому что я не знал пока, чем после КВН заниматься, точно, наверное, что-то связано с телевидением и юмором. То есть, явно, вы не хотели быть бухгалтером. Боже упаси, лучше дома сидеть. Не, я просто, я сразу хотел бы говориться, я не против бухгалтеров, я против того, чтобы работать не по душе. То есть, если у вас в дипломе написано «бухгалтер», не значит, что вы должны работать вот то, что в бумажке прописано. Ну, вот, собственно говоря, вот такая встреча произошла, попробовал свои силы и вроде мне как понравилось. Поначалу у меня много что не получалось, я в эфире смотрел, думал, это все отвратительно, это все неправильно, но, слава богу, нашлись вокруг меня люди, которые верили в меня и вот спасибо им за это. И вот, мне кажется, сейчас вот я готов этим, ну, всю жизнь, наверное, громко сказать, заниматься. Но вот пока вот нет никаких других планов, кроме стендапа на тенте. – Вот возвращаясь все-таки к политике, вот вы когда, не знаю, шутите про сильных мира сего, в том числе про президента, не знаю, и про премьера, все-таки вы закладываете, что это обязательно должна быть какая-то, не знаю, критика или совсем не обязательно? – Я считаю вообще, что не должно быть жесткой политцензуры, политцензурной телевидения. И когда я говорю какую-то шутку, если цензура допускает эту шутку до телевидения, я считаю это благо, потому что люди расслабляются. То есть, они сидят на кухне и не думают, смотря телевизор, погодите, а где же шутки про нашего президента по премьеру, нас же что, зажимают? Они когда слышат шутки, они понимают, а, все нормально, все, демократия присутствует в стране, все. – То есть, это такой знак. – Нам не нужно выходить на митинги и так далее, потому что мы, нашу позицию уже озвучил комик, но в шутке, все, значит, надеюсь, до власти другого года. – Значит, можно, да. – Я надеюсь, что будет можно еще долгое время. – А есть какая-то вот там, не знаю, что-то такое вот сейчас популярное в топе в России, может быть, мы не знаем, не знаю, про Путина или Медведева, и потому что я знаю, что вы даже умудряетесь так точно попасть голосово тоже в них. – Так, что популярно в России сейчас именно связано с… – Да, и с того, что вы говорите на концерте сейчас. – Ну, Путин в стране всегда популярен, и, соответственно, и Медведев тоже, соответственно, про них какая-то информация всегда людям будет интересна. – Вот. – Наверное, вот они на первом месте по, так сказать, информационному поводу, на втором месте наши футболисты, которые сейчас вот-вот будут защищать… – Да, – Да, оправдывать, как говорится, все свечки, которые поставлены за них в храмах. Вот. А на третьем, наверное, вот все остальное, все остальные проблемы. – Да, напомню, у нас в гостях Иван Абрамов, вы еще можете нам позвонить и в первой части 672-12-939, телефон прямого эфира. Вот если мы говорим действительно о Рижском концерте, которого завтра будет, напомню, вот в Доме Конгрессов, там будет что-то такое, не знаю, совсем премьерное, которое еще вы нигде не показывали, только в узкой, как вы сказали, технической аудитории. – Слушайте, с точки зрения, для рижского зрителя будет 90% новая программа, которая даже не снималась вообще. Да, то есть я всегда, ну, как все комики, которые заняты в практике стендап на ТНТ, мы приезжаем практически с 90% новым материалом, потому что ты его пишешь, то есть люди не будут смеяться над старыми шутками, если они смотрят, курируют твое какое-то творчество в интернете, либо на телевидении. Это бессмысленно, и их ты обманываешь, и себя, и ты не развиваешься в первую очередь как автор, который должен писать каждые полгода, выдавать, ну, у нас где-то планка 45 минут минимум нового материала, каждые полгода хорошего, то есть телевизионного материала. – Это тяжело, и приходится писать больше, чем выходит на эфир. – Интересно. Интересно, когда ты понимаешь, что тебе вообще нужно делать с утра и до вечера. Это прям прикольно. Были времена, точнее, когда после института где-то у было месяц, а я такой очень невротик, то есть я себя могу загнать в угол, мне нужно только малейший повод. Муха пролетит, и у меня сразу негатив какой-то. Вот, что я думаю, что уже месяц ничего не делаю, и меня это сильно глажило. – Паника. – Конечно, то есть я понимаю, все, это все зря, вся школа зря, это вся областная олимпиада по-английскому к чертям летит, ну и так далее. А со стендапом ты понимаешь, что куда нужно писать, что делать, что нужно читать. Нужно читать все, потому что чтение в стендапе это, мне кажется, основа. То есть твой язык должен быть богатым, ты должен быть как бы эрудирован во многих темах и так далее. – Получается, все-таки стендап, ну, все-таки это еще и актерское мастерство, да? – Плюс ко всему. Но это изначально не для актеров было создано. Очень многие стендаперы просто очень смешно формулируют те мысли, которые у тебя есть в голове, но ты их не можешь сформулировать. Они правильно отображают через шутки твое видение какой-то ситуации. То есть я иногда смотрю западных комиков, там вот есть, допустим, один из моих любимых Марк Мэрон, который на стуле сидит, там в очках, так он Кошатников еще называют, у него много Коша. И вот он расскажет какую-то мысль, и ты вот тоже об этом думал, но он вот так ее сформулировал, так обогатил какими-то оборотами, ты понимаешь, вот, вот именно вот так оно все выглядит у меня в голове, вот так. – Вот я думаю, что вы так очень супер, мне кажется, классно сформулировали эту мысль, что вот когда выступает стендапер, если вот его мысли созвучны твоим, и ты думаешь, надо же, я тоже так думал, но вот он довел это… – Но его рот извлек это более… – Да, может быть, он довел это до какого-то абсурда, но это очень было остроумно и смешно. – Да, надеюсь на это, да. – Да, а не было желания, не знаю, удариться, если так можно сказать, что-то а-ля Светлаков и тоже пытаться какие-то песни писать, да, вот… – Слепаков, наверное. – Слепаков, да, я извиняюсь, да. – Да нет, я-то не обиделся точно. – Вообще песни писать – это очень сложно, я в этом плане, ну, восхищаюсь Слепаковым и человеком, с которым он пишет эти песни, с Джавидом. – Особенно, когда никогда не знаешь сразу, чем же закончится эта песня, целая демотургия. – Да, да и в принципе, ну, как бы он и мотив у него хороший, и самое главное, у него есть мысль. И некоторые там могут сказать, что там и присутствует и бранная речь, так, ну, давайте уж честно смотреть, если тема тебя волнует, искренне, которую ты там рассказываешь или поешь, матная речь у русского человека, мне кажется, оправданно, вот. И в этом плане, мне кажется, сложнее писать песни, потому что тут, если говорить чисто математически, такой математика юмора, вот маленький экскурс, просто, когда я говорю прозой юмора, я просто не ограничиваюсь размером, мне не надо рифмовать еще шутку, а тут надо зарифмовать, чтобы это было в размеры, чтобы запоминался мотив, иногда ты просто с таким отчаянием сталкиваешься, внутри себя, когда ты представил на этой технической вечеринке песню, которую ты делал полторы недели, а это где-то пять часов в день, каждый день, вот, и ты и репетировал ее, и какую-то там мысль, и это все, и в итоге, если все это не смешно, это все идет в тар-тар-тар. Насколько сложно угадывать, если так можно сказать, настроение аудитории, потому что, наверное, и аудитория разная, не знаю, города разные, менталитет людей разный, может быть, та шутка, которая проходит, там, не знаю, в одном городе или в одной стране, тоже произнесена для тех, для русских родной, в других обстоятельствах это как-то будет не очень. Мы же просто же понимаем, куда мы иногда приезжаем, там, допустим, где я выступал недавно, вот, недавно был концерт в Грузии, отличный был концерт в Билиси, прекрасный город, вот. И хорошо принимали? Очень хорошо, вообще одни из самых европеизированных вот людей, которых я встречал, вот именно из бывших стран Советского Союза, да. Да, и я просто, и мне показалось, что менталитет грузин не совсем принят, примет блок про процедуру, которая называется циркумцизия, можно ли у вас в эфире это говорить? Да, евреи вот знают, о чем я говорю, и вот мусульмане. Потому что я недавно сам эту процедуру прошел, я просто хотел ее внедрить людям, вот, ну, как бы продвинуть все, что благо и так далее. Я решил, что, наверное, ну, не воспримут это так вот, как вот воспримут в Москве, с юмором там и так далее. А в Одессе будет, наверное, еще лучше. Наверное, да, в Одессе вообще все отлично. А вы там тоже провели концерт? Не, ни разу. А я думаю, это такое испытание, наверное, будет. В Одессе, наверное, вообще очень здорово. Может, они скажут, ну, чем вы же можете нас насмешить? Ну, обрезание, так это, господи, это на каждом шагу. Да. Примерно так. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях Иван Абрамов. Сейчас мы прервемся ненадолго. Время пришло для новостей и рекламы. Мы потом обязательно вернемся. Не переключайтесь. Добрый день. Еще раз напомню известный стендапер Иван Абрамов, который приехал к нам в Ригу и завтра даст концерт в Доме Конгрессов. Вот мы и в перерыве тоже продолжаем наш диалог. И, наверное, такой вопрос, который тоже задается часто. Насколько уместны в таких публичных концертах вот какие-то, не знаю, шутки там ниже пояса иногда и не очень литературные выражения. Ну, если они уместны. Да. Я думаю, что надо пить и просто убрать. Если ты ставишь цель просто эпатировать публику, вызвать шок, то окей, ладно. Есть такие комики, которые специально берут. Этим на Западе их очень много. И они довольно-таки, кстати, смешны. Ну, если я перехожу на шутки ниже пояса, они у меня всегда оправданы. Вот я буду в концерте в Риге этот вопрос поднимать, но исключительно с медицинской точки зрения. Даже так? Да, не буду раскрывать. Буквально с научной? Абсолютно. Саргументированной. А как люди вообще реагируют? Поначалу, естественно, наша ментальность, ну, я беру, мне кажется, ментальность латышей и русских, она немножко похожа, потому что те же самые люди по сути приходят. В плане, ну, мы же с советского прошлого. Зажимается. Да, мы зажимаемся. Вот и на концерте неудобно. Друг надолго как-то переглядываются. Да, да, да. Но я не говорю, что это плохо. Это, ну, вот мы вот такими. У нас вот такое поколение было. Почему нет? Надо нести этот крест. Но я просто немножко пытаюсь это рожать. Говорю, это не пошло. Это нужно знать. То есть я в этом плане очень хорошо отношусь к нашему врачу, Елене Васильевне Малышевой. Мы как бы и в КВН стебали, и в стендапе. Но суть в том, что она... В КВН у Вас очень хорошо получалась. Да, ну, по сути, вот она же говорит правильные вещи. То есть любой врач, он скажет, ну, так она, ну, просто она странная. Просто она смешная. Смешная. Вот и все. Но вещи-то правильные говорить. Вещи правильные, абсолютно доступным языком объясняют. Абсолютно правильные, нужные вещи. Люди поначалу тоже смущались, наверное, истебались вот с этой темы. Да и мы, говорю, повторюсь, в КВН эту тему тронули. Но мне очень нравится то, что она делает. Да, вот, а над собой вот как? С удовольствием. То есть я свою брутальность по модулю возьмем, да? Я всегда готов стебать. То, что когда я был у мамы в животе, думали, что вообще девочка родится. Вот во мне мало тестостерона, я это признаю. У меня поэтому две дочки. Да, это интересный подход. Да, я, ну вот, а что? Надо стебать свои минусы. Как вот все-таки супуга воспринимает то, чем вы занимаетесь? Прекрасно, учитывая, что она мой директор. Ей это нравится, наверное. А, у вас такой доческий сидит. Да, она в соседней комнате сидит. Это она была, да. А, вот так, да. И теща, естественно, нормально воспринимает. Ну, мои. То есть ее родители. Мы были там на концерте в Оренбурге. Она оттуда. Вот. Нормально. Все темы поднимаем. Ну, и весело. Что, деньги есть? Все. Дочка. Дочка довольна. Это самое главное. Вот. Говоря, действительно, о выступлениях. Есть ли вот уже такой вот, не знаю, какие-то топ шутки, которые разошлись? Вот я знаю, мне там присылают даже какие-то вырезки из ваших выступлений, самые такие, да, которые расходятся потом по смартфонам и так далее. Можно ли вот, если вас просили сказать, ну, какой там топ? Одна, две, три шутки, которые действительно стали, ну, не знаю, классикой, не классикой. Ну, вот, вот просто удались на 120. Мои? Да. Ой, на мои я не смогу, наверное. Не возьмусь точнее. Ну, то, что, не знаю, самому очень нравится. Ой, это самому из других комиков, наверное. Я не знаю, что. Я мне, ну, немножко не очень субъективно в плохом смысле будет. Ну, не знаю. Ну, вот у меня недавно концерт прошел сольный в эфире, был ТНТ. Да. Ну, как недавно, точнее, год назад недавно. Вот, недавно вообще в стендапе понятие растяжимое. Растяжимое. Недавно это дико, 87-й год, да, недавно, вот. Ну, вот, если говорить о моем концерте, то в целом я могу его оценить на 4 с плюсом. То есть, это тот момент, когда мне не было вообще, ну, стыдно. Там есть сейчас, уже понятно, я повзрослел, почитал, понял, как нужно. Наверное, вот начало можно было убрать полностью, это вообще не нужно было. Вот эту тему можно было развить. То есть, не возьмусь сказать, что какая-то шутка мне прям очень сильно там прям, вот так, чтобы топ-3 создать. Даже так. Да, мне вообще нравятся шутки, те, которые вот еще не вышли в эфир, которые можно еще дорабатывать. Которые еще, вот, 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 они еще, они родились, ты купил им уже ползунки, но не хватает шапочки. А вот тут еще сосочка хорошая появилась. А я еще придумал, вот здесь можно такие носочки надеть на нее. И вот это, вот мое, вот оно красивое. А вот это рождается все как? Бывает даже так внезапно, идешь по улице, случается какое-то, не знаю, забавное. Бывает, просто спишь, проснулся, вот есть такая штучка. Принок диктофона прям, ну, правда, получается вот таким вот голосом, но тем не менее. Буквально как писатель, да? Ну, наверное, да. Ну, так, по сути, да. Ну, и в жизни что-то бывает. Так оно и есть, что мы пишем. Я помню, что мне до эфира, правда, не раскрыли все, сказали, что что-то с пограничниками там случилось. А, это если, ой, да. Не, это сейчас я уже отошел, слава богу. Ну, это обязательно станет частью шутки, да? Я надеюсь, я надеюсь, что меня вообще услышат люди, которые приезжают в Латвию и, в частности, в Ригу и ждут на пограничном контроле, чтобы они не портили о себе впечатление о стране и о людях, которые тут работают. Только по одному пограничнику, который сегодня нас встретил, возможно, он будет работать еще, вот, надеюсь, наверное, что, может быть, и нет. Если, может быть, Нил Ушаков там имеет какое-то влияние на это ведомство, хотя, наверное, оно, понятно, не подконтрольно, это Миноборона вообще Латвии, да, я так понимаю, принадлежит. Но суть в том, что человек просто очень грубо себя вел. То есть, мы два часа ждали паспортного контроля, два часа ждали, понятно, были все европейцы и русские, хотя, если бы просто был... Это на машине было? Нет, это вот, мы в аэропорт приехали, из самолета вышли, вот, естественно, это граница, вот, паспортный контроль, вот, и там, ну, людей 500, кто-то с детьми, кондиционеры плохо работают, на улицу не выпускают подышать, водичку не дают. Если бы это реально, знаете, я вот иногда стебу, вот, наш менталитет в этом плане, что мы такие все, да, вот, ну, русские, да, что... Ну, в этом плане, я понял, что, вот, было очень много европейцев, и никто не поддержал, вот, мало, точнее, ну, вообще никто не поддержал, мое вот это вот, ну, давайте... Размущение, да. Ну, у нас же как, у нас быстро это решается. Ну, что вы там, давайте, и один начал, и все, да, 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 и все начинают быстренько работать, да. Мы тут друг за другом в этом плане хорошо работаем. А здесь тот европейцы, а просто течет у него пот вот этот толерантный, он молчит, у него ребенок здесь. Я уже говорю, да вот пройди ты вот в эту, ты сюда иди. Все, и когда уже закончилось... Вы уже сами регулировали, да. Да, так, по-другому никак. И местные, там есть всегда местные две линии для внутренних граждан, for citizens, да, есть for all passports и for citizens. Вот for citizens, две горят, уже пять минут местные не заходят в АТШ. Все, я подхожу по границу, говорю, можно ли вот здесь, вот видите, здесь еще осталось 100 человек, вот сюда пустите, говорит, вы мне что здесь будете указывать? А, вы в Москве своей так поуказываете. Дальше я не буду пересказывать все его слова, но там упомянулись такие слова, как гестапо, в агрессивной форме, что ты лыбишься, и ты мне тут поуказывай. Хотя я вообще не указывал, я просто давал совет человеку. Вот, и вот, к сожалению, и нельзя говорить чисто вот там Латвия, наверное, в каждой стране есть люди, по которым ты думаешь, что, наверное, тут все такие. Нет, надо просто не ориентироваться на этих людей, если вы приезжаете в Ригу и видите, допустим, такого человека, просто думайте, что этот единственный персонаж такой в Риге. Который, надеюсь, скоро не будет. Либо сделает выводы просто, что так не нужно, потому что это неправильно. Да. Вот. Неправильно не дружить с головой, вот в целом. Есть ли какая-то, не знаю, возрастное ограничение в вашей аудитории, как вам кажется? Кто приходит на концерт вообще? Вообще разные люди. Вообще разные. Понятно, что разных профессий, разных возрастов, да? Абсолютно. Ну, я иногда вначале просто спрашиваю, есть ли всем 18, понятно, мало кто говорит, что нет. Да, 17 с половиной. Да, есть. Вот. Ну, разные люди абсолютно бывают. И приходит 17 лет с родителями. Бывает прям вот люди пришли, муж с женой, им 50 лет, и они еще своих родителей там 70-80 лет пришли. И не смущает. Вообще смеются больше всех. Давайте еще один звонок примем, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Добрый день еще раз. Ну, хочу перед Иваном извиниться, как житель города Риги, не гражданин, правда, но житель постоянный за такое отношение в аэропорту. Просто, наверное, человек, может быть, кушать хотел, и зарплата маленькая, поэтому тут он так вот не работает. Спасибо, вот вам уже. Может быть, но, видимо, он не кушал 14 лет, что он слесильно кушать хотел. Он прям всем лицом хотел вот поесть чего-нибудь, извиняюсь, кулака. Вот, но мы, не, причем мы абсолютно толерантно с ним общались. Мы максимально, мы чуть ли его не гладили. Мы говорим, ну, какой же вы хороший, ну, что же из вас-то вот льется вот это вот. Да. Мне понятно, всему есть причина, всему есть причина, но основной вывод, на самом деле, из этого, что просто будьте всегда вот сдержаннее, умнее, и вспомните, что со стороны лучше решить конфликт мирно, максимально добрее. Доброта, она выведет из себя любое зло. Вот не могу не спросить, все-таки, есть ли какие-то еще планы, не знаю, творческие за пределами вот стендапа, ну, что-то еще пытаетесь где-то что-то играть или еще? Слушайте, нет, у меня нет, потому что, ну, видимо, очень интересно все, чем я сейчас, единственное, чем занимаюсь. Это не надоедает. Нет, а тем более ты занят этим постоянно, у тебя голова постоянно этим занята, а не так, что вот, грубо говоря, то есть, если бы я сам себе не писал материал, да, наверное, у меня было бы побольше времени. Я бы приходил, мне бы авторы давали текст, я бы пошел эту, там, что-нибудь, но... Ну, тогда мы бы больше уже стали бы актером, да. Да, это уже немножко просто другой жанр, но сейчас вот недавно у него такое поступило предложение, вот мы еще, ну, не утвердили, но просто суть в том, что на Николоде озвучить «Черепашек-ниндзя», одного из, по моему выбору, а мне это очень нравится. Мне еще нравится вот то, что связано с детством, то есть, я вообще, у меня очень маленький ребенок внутри живет, я надеюсь, он никогда не вырастет. Дети, видимо, нужны на Николоде, да. Да, не, ну, она там, ну, определенные, да, мультики, они черепашки, а девочки, одна пока не врубается вообще, где она находится, ей ноль, вот, да, а второй три с половиной, ей нравится, вот, если Даша путешественница, вот мы там помогаем Даше дойти, хотя я понимаю, что это бред, вот, с того места в другое, а «Черепашек-ниндзя» смотрят. Ну вот, проступило предложение озвучить одного из «Черепашек-ниндзя», мне это очень интересно, потому что это вот что-то из детства. Так, примем, добрый день, слушаем вас. Добрый день, ну, спасибо вам за ваше творчество, все вам наилучшего, но вот все-таки, плохое, хорошее, вы про человека сказали, Ушакова вспомнили, он позвонил человеку, ну, почему бы просто не назвать фамилии и имя героя, у него же табличка есть. Вот смотрите, да, проблема в том, что у меня близорукость, и я, вот, был настолько, это ладно, первая причина, вторая причина, я был настолько поглощен попытками держать свои руки в кармане и извлекать добрые, толерантные слова в его адрес, что у меня просто была пелена в глазах, поэтому я не увидел ни имени, ни фамилию. Я только лишь видел его глаза стеклянные, его рот, который извлекал очень агрессивно настроенные тезисы. А бывает так, что вот вы попадаете в какие-то... Слава богу, на самом деле, что не запомнило, так просто мне некого проклинать, просто я просто воздух посылался, не, в голове я его до сих пор еще избиваю, а так, все, я его простил. Бывает так, что какие-то, вот, не знаю, ситуации, которые происходят с вами, вот они и становятся вот... Так вот это одна из, один из способов придумывания монологов, написания монологов. То есть, фактически даже почти ничего не придумываете, почти документально. Никогда не придумываю. Я, если ситуация произошла, то есть, ну, пока что вот у меня память не подвела, чтобы у меня есть еще в закромах там моего мозга из детства, из подросткового возраста, вот, и сейчас в взрослой жизни какие-то интересные случаи. Понятно, что мы потом нанизываем на них какие-то шутки, какие-то эпизоды, которых не было, но, наверное, они были, было там логично. В целом, ситуация, вот, она была такая. То есть, я не выдумал, по-моему, пока ни одну ситуацию, а если выдумал, то она была не смешная, видимо, ее из эфира убрали. Сразу видно, когда это все это... Ну, в России все-таки всегда есть место, да, для вот каких-то забавных ситуаций. Да везде есть место, это все зависит от человека, от его, мне кажется, наблюдательности и, в принципе, самой иронии. Просто человек иногда воспринимает слишком зло какие-то, ну, с негативом. Это нормальная первая реакция. У меня тоже была негативная реакция вот на вот эту ситуацию. А потом можно по-другому посмотреть. А потом я понимаю, да, но надо же, если, у меня есть выбор дальше. Либо я буду с этим жить, и в этой желчи я потону, и у меня возникнут болезни, потому что ненависть именно провоцирует, ну, если люди знают, вот. Вот, по сути, наши все болезни – это от нервов. А нервы – это злость, это зависть, это вот эти самые вот черты, которые вызывают все болезни. Либо у меня есть выбор просто простить этого человека, как бы... С юмором посмотреть. Да, с юмором. То есть, немножко пожив по заповеди, да, я его прощаю. Все, пусть ему жить с его внутренним миром неправильным, грубо говоря. Вот. А я все, я это отпустил и вот рассказал об этом. Так вот время быстро эфира подходит к концу. Все-таки давайте, да, во-первых, я смотрю у нас «Море звонков». Все-таки еще один примем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Вот я тоже убедилась, если в таких ситуациях сам с миром пойдешь, то потом на душе легче. Конечно. Но я вспомнила, вы, наверное, должны помнить мультик, как бухгалтер выпил дворничку. И что с ним до этого происходило. И в дороге, и на работе, и дома. То есть, действительно, иногда у человека какие-то обстоятельства, из-за которых он уже не может больше сдерживать. Спасибо большое. Да, для этого вот придумали секцию бокса, я считаю. Там можно не сдерживаться. Да, или как в Японии, по-моему, там стоит какой-то портрет начальника ненавистного, и там что-то у него метают, я так понимаю. Всегда есть в 21 веке тысяча способов, чтобы твоя агрессия вышла мирным способом. Давайте заинтригуем аудиторию, которая готовится к вашему завтрашнему концерту, или еще просто не знала, что он будет, но вот сейчас решила пойти. Что будет на концерте? Нет, я ни в коем случае не прошу вас все шутки перечислить. Ну, может быть, какие там 2-3 такие вот темы? Я просто могу, темы, темы, наверное, будут. Ну, естественно, воспитание детей. Это не важно, в какой стране это такое. Да, это всем, все любят детей. Вот первые 15 минут, потом понимают, что это тоже труд. Вот, воспитание детей, естественно, политика. Без нее никак. Конечно, конечно, политика. Вот, по музыке поговорим в различных ее направлениях и проявлениях. Что еще? Что еще там у меня? Ну, вот так вот. Ну, концерта больше часа будет, да? Да, около того. Ну, что ж, тогда, наверное, последний звонок сейчас примем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Тогда, наверное, последний звонок. Да, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, Иван, вам за творчество. Давно за вами наблюдаю, с КВН. Нравятся мне ваши были парозии Бернста. Вот он вас не хотел, как бы, один из вопросов такой, как-то взять к себе под своего Крылова. Вроде так, как бы, с ним был у вас контакт, да? А вот вопрос главный мой. Комик, он должен, как бы, смеяться над собой. Вот ваш, опять же, как бы, проект, я думаю, что вы, может быть, помогаете Сергею. Сергею Белому, да? Вот у него сейчас новый проект «Комик в городе». Сергею Белому, ага. Да, вот было бы смешно, если бы то же самое, или мог бы делать бы комик другой стороны, да? Спасибо большое, да. Так, быстро отвечу на вопрос. Эрнст ничего не предлагал, ни лично, никаких контактов. Он просто шпиялся, да, без ним не было. Мне кажется, просто это какая-то была дань уважению телевизионной какой-то интриги. Хотя ничего, никаких мы, ни контактов, ни плохих, ни хороших у нас не было. Вот, второй момент. По поводу Белого. По поводу Белого, да, Сергея? Так, я не понял немножко вопрос. Если бы этот комик в городе, что выходил? Какой-то другой иностранный актер, я так понимаю. Но вот если бы, допустим, вместо Сергея Белого был Руслан Белый, мне кажется, вот было бы лучше. Это что ж, это просто замечательно. Спасибо большое. Напомню, что завтра, 19 мая, в Доме Конгрессов пройдет сольный концерт резидента шоу «Стендап» на ТНТ Ивана Абрамова. Не пропустите и большое спасибо. Все, пока.